Шалом! И поэтому мы зачастую уходим от него. Таким хитрым способом мы закрываем глаза на ошибки и грехи наших отцов и вождей. И глядя на них сквозь пальцы или вообще не замечая, нам легче уважать наших лидеров. Потому что гуманистическая культура наша приучает нас уважать человека исключительно за его поведение, а не за какой-то особый статус. И, конечно, с этим конфликтом можно обращаться иначе. То есть можно пожертвовать не признанием ошибок и грехов, а уважением к их священному статусу родительскому. И многие люди делают именно это. В их душе есть горечь, обида, презрение и гнев по отношению к их родителям или к их духовным лидерам или всем их другим. Часто это бывает связано. Однако, если мы с вами воспринимаем Писание всерьез, то мы понимаем, что жертвовать почтением к тем людям, почитать которых Писание нам прямым текстом, открытым текстом заповедует, это непозволительная роскошь. Потому что заповеди Божьи никто не отменял. Но в этом месте, я думаю, мне нужно остановиться и кое-что пояснить. Мозг некоторых христиан и мессианских евреев при слове «заповедь» или «заповедано» просто отключается. Дело в том, что их научили тому, что верующий Вишуа не под законом. Поэтому заповеди у нас всего одна – любить. Любить Бога и любить ближнего. Звучит это замечательно, конечно, но очень часто, если чуть копнуть, то выясняется, что за всеми этими разговорами о том, что мы не под законом и что заповеди у нас или вообще нет, или всего одна, стоит непонимание того, как нужно на самом деле обращаться с законом и заповедями. Но на что я намекаю? Раф Шауль, он же апостол Павел, в своем первом послании к Тимофею написал такие слова «закон добр, если кто законно, то есть правильно употребляет его». То есть закон – это как острый нож или как электричество. Если умеешь обращаться с ним грамотно, то можешь извлечь пользу. А если не умеешь обращаться грамотно с этой штукой, то можешь очень сильно навредить и себе, самому, и окружающим. А в чем возможный вред и возможные пользы, когда мы говорим о законе? Если ты надеешься обрести жизнь вечную, изо всех сил стараясь соблюдать заповеди Божьи, то ты жестоко заблуждаешься. Но если ты уже имея, в этом вред состоит. В этом вред. Я повторюсь, если ты думаешь, что я приобрету жизнь вечную, начав соблюдать все Божьи заповеди и стараясь соблюдать их изо всех сил, то это большой вред для тебя. Потому что, во-первых, жизнь вечную ты не приобретешь таким образом. Во-вторых, ты обнаружишь, что ты только дальше уходишь от Бога. Почему? Это отдельный вопрос. Мы коснемся, может быть, его в какой-нибудь другой программе. Но если ты уже имеешь жизнь вечную, хочешь понять, как она устроена, то есть как именно действует любовь к Богу и к ближнему, то закон тебе в этом поможет. В этом польза закона. Как сказал один хороший писатель, очень хорошую фразу я прочитал. Закон не является источником жизни, но он указывает путь жизни. Говоря о почтении к родителям, это значит вот что. Спасение, с одной стороны, нельзя приобрести, соблюдая эту заповедь. С другой стороны, истинно верующий вешу человек рано или поздно обязательно научится почитать отца и мать. Любовь к людям проявляется по-разному, а любовь к родителям проявляется прежде всего в нашем почтении к ним. И в прошлой программе мы говорили о том, что одно из важнейших проявлений этого почтения – это особое внимание к наставлениям и советам наших физических и духовных родителей. Те, через кого Бог дал нам жизнь, а также в свое время учил нас, вполне вероятно, и дальше будут использованы им для того, чтобы нас благословлять. Эти люди должны быть у нас на особом счету. И с нашей стороны будет очень правильно и мудро хранить благодарность им, ценить их и быть всегда готовыми услышать голос Божий в их словах. И сегодня я хочу коснуться другого аспекта этой темы – нашего поведения в тех ситуациях, когда сознательно прятаться от слабостей, ошибок и грехов наших отцов и вождей больше становится невозможно. И вы вынуждены просто занять ту или иную позицию по отношению к ним или, возможно, даже действовать. Как же при этом, с одной стороны, не погрешить против почтения к этим людям, а с другой стороны, не погрешить против истины и справедливости? Другими словами, как не переборщить с почтением настолько, чтобы стать соучастником в их грехах? Ситуации эти трудны для нас. Во-первых, из-за того, что, как я уже говорил в двух предыдущих программах, здесь присутствует лобовое столкновение святости и греха, святости того родительского статуса, который есть у этих людей, священного статуса. И, с другой стороны, с издержками человеческими, издержками их родительского служения и характера личного. Как святое уживается с несвятым в одном человеке, нам принять сам факт, что такое возможно очень трудно. Во-вторых, нужно сказать о несвятом. Это вторая очень существенная трудность. Несвятой бывает самое разное, и нам это важно понять. Это бывает мелкая оплошность, это бывает недосмотр, бывает недоразумение, и, наконец, это бывает совершенно сознательный грех, одобряемый волей человека. Но для нас, поскольку все вот это несвятое, неважно это недоразумение или грехи, все это нам, любимым, причиняет боль, мы склонны без лишних разбирательств все подряд намалевать черной краской, то есть объявить сознательным грехом, совершенным со злым умыслом. Нам бывает в такой ситуации очень трудно разобраться в оттенках. Ну, понятно, кому-то такое дело до оттенков, когда так больно. Чтобы было немножко яснее, давайте возьмем несколько библейских примеров. Первый библейский персонаж, близне которого был эпизод, относящийся к нашей теме, это Ной. В девятой главе книги Птия мы читаем известную историю о том, как он выпил лишнего и лежал в своем шатре, простите, обнаженном. Обнажил этот факт его сын по имени Хам, что значит «горячий» на иврите, который рассказал об этом своим двум братьям Симу и Ефету. Те, услышав такие новости, взяли одежду и, пятясь, подошли к отцу с этой одежды и накрыли его так, чтобы отец не лежал голый, так, чтобы им самим его голым не видеть. Те, проснувшись и узнав, что произошло, Ной благословил Сима и Ефета и проклял Ханаана, одного из четырех сыновей Хама. Возникает вопрос, может быть, здесь, почему реакция отца на поступок сына такая жесткая, проклятие? В конце концов, рассуждается современный человек. Он всего-навсего, как написано в библейском тексте, увидел наготу отца своего. Что в этом такого? Или он что, солгал своим братьям, что отец лежит одетый и трезвый? Нет, тоже ничего такого не сделал. Он сказал братям чистую правду, сказал все как есть. Случайно увидел отца голым и повел себя честно, ничего от братьев не утаил. Можно это и так подать. Можно еще сказать, что вообще все это происходило до того, как появился народ Израиля, которому дана была Тараса, ее заповедями. И где же тут справедливость? Ну, откуда было парню знать, что нельзя было смотреть на голого отца, если отец лежит без одежды? Откуда ему было знать, что нужно было его укрыть? Еще так, что при этом самому ничего не увидеть. Что касается Тары, то наша история свидетельствует о том, вот эта вот история библейская, я имею в виду, она свидетельствует о том, что даже до появления письменного откровения, которое записал Моисей, у людей уже были некие откровения о Боге, или знания о Боге, а также о том, что такое хорошо и что такое плохо. Откуда мы понимаем это? Во-первых, если просто мы читаем с вами историю, мы понимаем, что эта история над Богом духновенная, понимаем, что в ней есть морай, и мы понимаем, что здесь есть, определенно присутствует хорошо и плохо, хорошо в поступке Сима и Афета и плохо в поступке хама. Получается, если не так, то получается, что хам действительно ни в чем не виноват. А Ной, он просто полный идиот, самодур. Мы можем также читать еще раньше, в седьмой и восьмой главы книги «Бытие», о том, что у Ноя были некоторые представления о чистых и нечистых животных, потому что перед потопом Господь указывает ему, сколько взять в ковчег каких животных. Он говорит, что возьми семь пар чистых животных, каждого чистого животного по семь пар возьми, а нечистых животных возьми по две пары в ковчег. Седьмая и восьмая главы книги «Бытие», в восьмой ночь строит жертвенник Господу, и опять-таки там он приносит в жертву кого? Исключительно чистых животных и птиц. Откровения эти передавались из поколения в поколение, очевидно, устным способом, поскольку письменности в то время еще не было. Поэтому таким образом ясно, что дети Ноя в принципе уже наверняка хорошо знали, что созерцание родителей в голом виде неправильно и Господу не угодно. Откуда-то они это знали? От предыдущих до потопных поколений, которые имели некое общение с Богом, так или иначе. Кроме этого, в Таре и в Пророках, когда мы с вами встречаем выражение «открыть наготу» или «увидеть наготу», эти выражения стоят в контексте запрета на половые связи между близкими родственниками. На этом основании некоторые комментаторы считают, что хам не просто задержал взгляд на то, чего он вообще не должен был видеть, а совершил инцест, то есть кровосмешение. И в таком случае реакция Ноя даже неверующему человеку совершенно понятна. Но даже если это истолкование необоснованное, и хам действительно всего-навсего просто разглядывал отца в обнаженном виде, это тоже было, очевидно, совершенно неприемлемо, во всяком случае, для той культуры. Нужно тут учесть также еще две вещи. Во-первых, Ной не выставлял свою наготу на показ сознательно и специально. Он садил виноград, так написано в Писании, занятие вполне достойное, так как Бог повелел еще Адаму возделывать землю и хранить ее. Он снял первый плод, первый урожай с этого виноградника, сделал из него вино, что тоже, в принципе, совершенно не греховно, не предосудительно. Он, да, по-видимому, принял лишнего. Почему, мы не знаем. Но понятно, что в этом для нас он, например, никак быть не может. И что дальше он сделал? Он тихо, мирно лег в своем собственном шатре, а не устроил танцы на столе или оргию. То есть он, опять-таки, повел себя вполне порядочно. Это раз. Два. Учтите, что Ной не рядовой человек. Он родоначальник человечества, пережившего потоп. И благодаря его вере и послушанию человечество не было уничтожено полностью. В 14 главе книги Эзекииля он стоит в одном ряду с еще двумя выдающимися праведниками, Даниилом и Иовом. И вот эти два обстоятельства очень сильно отягчают вину хама. Я делаю из этой истории вывод такой. Сталкиваясь с ошибками и слабостями наших отцов и вождей, мы должны понимать, что это столкновение, это экзамен. Это экзамен, который Господь Бог устраивает нам. Совершенных людей нет. Слабости есть у каждого человека. Ошибиться, допустить оплошность может каждый. И когда мы сталкиваемся с этими вещами в жизни наших отцов и вождей, Господь смотрит на наше поведение очень внимательно, чтобы увидеть, чью линию поведения мы выберем. Сима и Яфета с одной стороны или хама с другой стороны. Правильный шаг в такой ситуации – это покрыть наготу наших родителей, то есть нечто постыдное, что они сказали или сделали, а не выставлять ее на всеобщее обозрение. И в этой связи, кстати, очень интересно прочитать 25 стих из второй главы книги Бытие. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». На иврите «не стыдились» звучит лоид бошишу, там стоит в тексте. Этот глагол можно перевести «не стыдились», но также его можно перевести как «не стыдили друг друга». Это было до грехопадения. Однако после грехопадения на вопрос Бога Адам отвечает «Жена, которую ты мне дал, то она виновата, говорит он фактически. Да, я съел этот запретный плод, но я сделал это из-за нее». Основной виновник здесь она. Что тем самым делает Адам? Он стыдит свою жену перед Богом, его присутствием. Жена точно так же ведет себя по отношению к змею, вместо того, чтобы взять ответственность за свой грех на себя, она сваливает эту ответственность, снимает ее с себя, и она переваливает и ее, а также и вину, и стыд, которые сопровождают грех обязательно, она переваливает на кого-то другого. Я думаю, что это одна из наших главных склонностей – искать виноватых где угодно вокруг нас, только не наставить этот обвиняющий палец на самих себя. Искать вокруг себя нечто постыдное и находить его. И в принципе это совсем нетрудно, как мы с вами понимаем, потому что грехов, ошибок и слабостей вокруг нас действительно всегда полным-полно. И у нас есть эта склонность выискивать их, находить их, и выставлять на всеобщее обозрение. Мы это делаем по-разному, мы это делаем через сплетни, сейчас эти сплетни уже есть в социальных сетях, мы это делаем в наших разговорах обычных и так далее, и так далее. Я думаю, что одна из причин, по которой Господь сталкивает нас лоб в лоб с несовершенствами наших отцов и вождей – это просто Его огромное желание искоренить в нас эту отвратительную склонность. Итак, если мы в состоянии спокойно взвесить ситуацию, если мы в состоянии, потому что мы не всегда бываем в таком состоянии, чтобы спокойно взвесить ситуацию и понять, что мы имеем дело не с сознательным и целенаправленным грехом, а с ошибкой, оплошностью или слабостью, с чем-то, что на месте нашего отца физического или духовного мог бы совершить любой другой человек, давайте будем помнить историю о ной его сыновьях. Давайте покрывать эти вещи, давайте не будем выставлять их на всеобщее обозрение. Я уверен, что даже если они не узнают о нашем достойном поведении и не благословят их так, как ной благословил двух своих сыновей, сам Господь Бог благословит нас за наше почтение к ним. Но дело даже не в этом, не в том, что Господь Бог благословит нас за это, а дело в том, что это просто что-то угодное Ему. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова